Моторпойнт-арене 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отвыступали спортсмены из Германии. Они заняли шестое место в квалификации, набрав 71 балл и 0,05. Причем с ними во время этого произвольного танца случилась серьезная неприятность. Они упали. И, как партнерша объясняла, с поддержки, причем они упали, и она сказала, что я попыталась поставить свой конек правильно на конек партнера, но соскользнуло. Хорошо, что Стефана помог мне подняться, и мы вроде бы восстановились очень быстро и вернулись к исполнению своего произвольного танца. Ну а партнер, в свою очередь, добавил, что помимо вот этой ошибки, они ощущали некую скованность, потому что очень сложная, очень сильная, по их мнению, программа. И впервые выступая совместно на чемпионате Европы, им не удалось справиться с волнением. Но, тем не менее, они заняли шестое место, очень уверенно прошли квалификацию, став шестой парой, которая набрала за произвольный танец более 70 баллов, а эстонцы и чехи набрали меньше 70. Ну и, в общем, сейчас выступают совершенно спокойно с коротким танцем. Представители Германии. Я также отмечу, что, учитывая, что у нас всего лишь 20 участников в коротком танце, соответственно, абсолютно все проходят в следующий раунд. То есть, всех этих спортсменов мы с вами увидим в исполнении произвольной программы. А пока ждем оценок и вторым подопечным Барбар Фузат Пали. Смотрим, сколько они наберут. Напомню, что 52-45 это результат Шарлин Жюньар и Марко Фабри, который представляют Италию. Ну, а немцы же, немцы, там, вот, слегка номинальные, коронавротом из Рима, а тренируются спортсменные в Милане. Так что, бабушка Натто еще сказала, кто немец, кто итальянский. Странная немножко неиспользована музыкальная композиция для разогрева следующей пары. Звучит знаменитая зомби группа Крэнбери. С нами пока ждем оценок и я уже могу вам их озвучить. 49,7 балла получают Таня Кольбе и Стефано Корозо. Это второй результат. Они с огромным запасом проходят украинцев, но здорово проигрывают Шарлин Жюньар и Марко Фабри, набирая практически ту же сумму за компоненты на 3 сотки всего меньше, но по технике уступив своим соперникам, товарищам, довольно мушительно. Вы очень счастливы сегодня? Да, да. Я очень счастливы. Да, да. То есть, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Впрочем, как и Мат и Фехиш, но мне почему-то помнится партнерша, а вот он как-то вспоминается не слишком здорово. В любом случае, спортсмены, которые попали напрямую на чемпионат Европы, и, соответственно, сейчас мы с вами посмотрим, за какие такие заслуги им выдали путевку непосредственно в короткий танец. Ведь в прошлом году они не прошли квалификацию, быв только одиннадцатыми из пятнадцати участников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще один украинский дуэт, выступающий в первой разминке, спортсменка с совершенно нечитаемым именем, которое произносится как Шивон, Шивон Хейкин Кеннеди и Дмитрий Дунь. Игрест, который раньше выступал с Алисой Агафоновой, Ну вот сейчас вместе с представительницей, точнее уроженкой Соединенных Штатов Америки встал в пару и первый сезон вместе они выступают. Раньше Шивон выступала вместе с Александром Шакаловым, уже не первый ее украинский опыт. Посмотрим, как она будет смотреться в паре с Дмитрием Дунем. Третьи. Они были в квалификации, набрав очень неплохую сумму баллов 73 и 10. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрием Дмитрием Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok